Итак, как распознать или по каким признакам можно вычислить тех мужчин, которые являются пикаперами или тех, которые на самом деле заинтересованы в женщине? В первую очередь хочу обозначить науку пикап. Наука пикапа была создана примерно несколько десятилетий, если мне не изменяет. Память наблюдения несколько десятилетий назад. Она была создана в англоговорящей культуре, где люди более буританских правил, где они сдерживают себя от излишнего обхаживания, ухаживания. И в итоге получается, что мужчины вообще разучились знакомиться или, другим словом, разучились себя презентовать. И поскольку это граничит с чувством неуверенности в себе, была создана эта наука пикап, где мужчин обучали чувство уверенности и навыкам поддержания отношений с девушками. Самая главная цель этой науки заключалась в том, чтобы мужчина мог познакомиться с каким-то количеством женщин, из которых он может выбрать лучшее для создания семьи. Технология этой науки на сегодняшний день перешла в такой разряд, что стала некой школой для того, чтобы мужчина не просто познакомился с девушкой, не просто выбрал из лучших лучшую, а даже в некоторой степени имел и другие цели. Я хочу отметить несколько целей, которые стоят в основе этой науки, науки пикап, науки о пикап для мужчин. Итак, давайте, какие ваши варианты? Я вижу, найти спонсоршу, правильно. Мужчины, которые не умеют приспособиться к жизни, которые не умеют реализовать свои таланты, они научились приспосабливаться в жизни за счет женщины, у которых есть материальные блага, квартира, прописка, если это мегаполис, жилье, машину, подарки, развлечения, ну и удобную, благополучную материальную жизнь. Мужчина фактически, ну скажем так, влюбляется, если это так можно назвать, или думает, что он влюбляется в ту женщину, у которой жизнь максимально организована. Более подробные темы о том, какова эта любовь, мы будем рассматривать именно на вебинарах программы «Теория любви». Вот Лора подсказывает авантюризм, да, обмануть женщину, найти женщину, значит, воспользоваться ее расположением душевным, влюбить ее в себя и, конечно же, иметь от нее все блага, а потом благополучно скрыться. Безусловно, такие тоже имеются. Еще какие цели? Здесь мы заговорили о, да, получении секса, да, как получение нового опыта сексуального с новой женщиной, да, и ни к чему не обязывающие отношения. Вот уже третья причина. Еще какие у вас есть предположения? Почему мужчина идет изучать науку пикап? Я слышала, что еще скрытые камеры ставят. Да, 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 да. Ну, есть такие тоже, наверное, извращенцы. Питание своих комплексов. Правильно, Ника. Смотрите, речь идет о том, что есть мужчины, которые имеют негативный опыт в любовных отношениях. Они могли быть женатыми, они могли иметь печальный опыт супружеской жизни и неверности в супружеских отношениях, или же добрачные отношения, романтические отношения, в которых отношения были прерваны по причине женской измены. Такие мужчины могут быть одержимы местью. От того, какое они испытали разочарование, какую душевную боль, да, они становятся такими лавеласами, такими мачо-дон-жуанами для того, чтобы реабилитировать. И заживить свои раны душевные именно любовной местью. Возместить свое, так скажем, свое ущемленное самолюбие за счет того, чтобы влюблять в себя женщин, добиваться их расположения к себе и потом оставить. Вот, например, курортные романы очень прекрасное место для того, чтобы в кратчайшие сроки разыграть сценарий любви и потом, значит, в слезах, переживаниях расставаться и как-то переживать разрыв отношений. Часто для этих целей мужчины выбирают замужних женщин, потому что с ними безопаснее. Они не будут преследовать во избежание разоблачения. И поэтому они все истории оставляют в тайне. И, конечно же, с другой стороны, они себя отчасти оправдывают, что она сама замужем, чего она еще хочет. И таким образом мужчина дает себе свободу, волю, как бы разыграть историю любви. Последняя категория мужчин – это те, кто хотят влюблять в себя женщин для того, чтобы выбрать из лучших лучшую для супружеских отношений. Имейте в виду, мужчина относится к выбору своей партнерши более тщательно, чем сами женщины. Итак, что объединяет всех этих мужчин и что разъединяет их в группе тех, кто, в общей группе тех мужчин, которые занимаются наукой пикап. Объединяет их желание получить знания, да, и навык обольщения. За этим стоит интрига, интерес, авантюризм, желание нравится. Это то, что их всех объединяет. И то, что их всех разъединяет, это у каждого своя цель по поводу применения этих знаний и навыков. Поэтому, если даже вы увидите в каком-то мужчине задатки пикапера, то есть он будет себя выдавать как пикапер, но если в нем вы заметите искренние цели, вам понравятся, то есть смысл присмотреться к этим отношениям, а не подписывать ему приговор. Ну, собственно говоря, все эти детали, тонкости и подводные камни мы в большей степени изучаем на программе Теория Любви. Итак, сегодня я хочу поговорить о признаках, которым можно распознать пикапера и мужчину, который искренне в вас заинтересован. Первое это стремление к сексу. Изучая науку о пикап, мужскую науку о пикап, потому что есть для женщин, есть для мужчин. Изучая науку о пикап, я хочу вам сказать, что там для многих мужчин, у которых имеется спортивный интерес, да, значит, цель это секс без обязательств, до, так скажем, они делают рекорды, до трех свиданий они уже укладывают женщину в постель. Это их даже спортивный интерес сделать так, чтобы женщину все-таки уговорить на интимную близость в кратчайшие сроки. Мне бы хотелось немножко здесь поговорить о сексе. Дело в том, что очень многие женщины думают, что секс это та приманка, на которую можно подсадить мужчину, и он навеки твой, у него не будет ни с кем больше таких прекрасных впечатлений от сексуальных отношений, и все, и мужчину можно привязать таким образом. Миф, который сегодня раздули те, кто на этом зарабатывает. это миф. Я думаю, вы и сами не раз столкнулись с тем, что для мужчины недостаточно только, так скажем, изощренных сексуальных отношений для того, чтобы быть отчасти зависимым от этих отношений. Мужчина свободен. Он сделал свое дело, получил свое охотник и ушел. Поэтому не будьте наивными, полагая, что на сексуальных отношениях вы построите дальнейшие отношения. Дальше знакомство. Например, скажем так, такие фразы, как девушка, как вас зовут, меня так-то, а вы не замужем, а можно ваш телефончик, можно с вами познакомиться. То есть мы знаем, что есть определенный шаблон, стандарт реплик, за которыми стоит знакомство. Есть более изысканные формы того, как мужчина пытается забладеть женским вниманием, что он любит шокировать женщину или еще как-то сделать какой-то комплимент неожиданной, просто взять телефон или просто оставить свой телефон. Из общей науки пикаперов сложно сказать по всем этим внешним моментам, кто из них пикапер, а кто из них искренне интересуется вами. Но есть очень важный момент, который я хочу отметить. что тот, кто занимается пикаперством, тот, кто знакомится с вами ради того, чтобы только овладеть вашим вниманием и от вас что-то получить, от этих мужчин изначально можно чувствовать эмоциональную холодность, техничность. Техничность это что? он знает, что сказать, как сказать, что сделать и что самое характерно для пикаперов это ощущение того, что они довольны собой. Вот эта самодостаточность, самодовольство это козырь любого пикапера. В отличие от того мужчины, который искренне интересуется вами. если у первого интерес от ума, то у второго искренне заинтересованного мужчины будет интерес к вам от сердца. Искренне эмоциональный интерес. если в первом первый мужчина может отличаться такой, скажем, болтливостью, говорливостью, да, тем, что он хорохорится, много говорит, задает вопросы и даже иногда не ждет от вас ответов. Это говорит о том, что мужчина хочет себя просто продемонстрировать и больше ничего ему не нужно. Далее, таким мужчинам свойственно быстро, так скажем, напоминать, намекать о сексуальных отношениях, а тот, кто искренне заинтересован, побоится, побоится выглядеть несерьезным в глазах женщины. Второй момент я хочу отметить. Родство душ. Мы знаем, что женщины любят родство душ. Женщины в первую очередь отмечают, вот я чувствую в нем родственную душу. и это самый, скажем, основной момент, который для женщины является просто, ну, скажем так, показательным для того, чтобы сделать выбор в пользу этого мужчины. Но скажу вам откровенно, что есть очень много техник который изучает пикаперы для того, чтобы создать впечатление родству душ. Вот, например, пикаперы изучают стихи и могут выдать какую-нибудь интересную фразу о любви, через что вы поймете, что этот человек тоже романтичный, глубокий, поэтичный по своему характеру. И это, конечно же, накладывает большое впечатление на женщину. Будем помнить о том, что у женщины какая первая основная эрогенная зона? Это ее слух. Слух. Через слух она понимает, слышит интеллект мужчины. Его, так скажем, шарм. И для женщины вообще на сегодняшний день интеллектуальный мужчина это мачо. Он может быть любым внешне, но если он интеллектуально подкован, если он образован, это очень сильно подкупает женщину. И она под впечатлением остается от такого общения и от того, что такой мужчина обратил на нее внимание. Еще есть важный момент, который нужно знать, что родство душ пикаперы изучают с целью установить доверительное отношение, установить такой контакт, через который есть момент соболезнования, сочувствия, сопереживания. Мужчина знает, если он, скажем, вытащит из женщины что-то личное, что-то тайное, то это его козырь, потому что проявив свое, так скажем, сочувствие в этом отношении, да, женщина видит, насколько мужчина внимательный, обходительный, насколько он теплый, насколько он душевный, как ей кажется, после чего она, конечно, очень быстро чувствует его вот как вторую половинку своей души. А на самом деле заинтересованный мужчина не спешит лезть в душу женщины. но если что-то он узнает о каких-то моментах, он почти молча сопереживает. Еще одна отличительная черта пикапера и того, кто поверхностно заинтересован в женщине, это упоминание о сходстве. Знаете, как мы женщины, как мы любим, когда мы похожи друг на друга. это наша общность. Ой, у меня такой же вкус на такие же цвета, на такую же гамму цветов. Ой, у меня такой же вкус на деликатесы. Я тоже люблю это. Как мы радуемся тому, что мы находим сходство, особенно если мы находим сходство в интересах. Поэтому мужчины изучают моду, изучают дизайн, изучают фотографию, изучают что они еще, возможности путешествий разной страны. Они настолько интересуются тем, что любят женщины, что они просто обвораживают своей способностью говорить на разные темы. конечно же, это сильно впечатляет самих женщин. Четвертый момент, или скажем так, важный элемент, о котором знают пикаперы и через который они способны проникнуть в любое женское сердце. Это снесение крыши. Так у них называется техника воздействия на женское сердце. снесение до